Валентина Ласовская и Антон Шелест Валентина Ласовская и Антон Шелест Валентина Ласовская и Антон Шелест Нет, я не имел в виду вообще вашего творчества Вот сейчас песня звучала, да, и там эта женщина, которая не станет моей никогда Я подумал, вот человек исполняет песню, и он же чувствует это, он переживает это, он несет это сквозь свое нутро И думаю, не дай бог привлечет еще это в свою судьбу Да нет, я согласна с вами, потому что вы говорите грустно, но мне от этого хорошо и приятно Вы знаете, большая часть аудитории, вот, которая нас слушает, они, собственно, в таком состоянии и находятся Поэтому мы говорим, что у нас музыка для всех состояний А вот меня, например, больше волнует такой вопрос Есть какие-то реальные люди, о которых вы поете, или это просто вот написали текст, написали музыку И просто, вот просто вы исполняете песню, или это кому-то посвящается? В основном это собирательный все-таки образ, образ, спрашивают часто на концертах об этом Собирательный образ женщины, ну, женщины как таковой И я не знаю, вот столько лет занимался творчеством, у меня есть и социальные песни Но в разных направлениях, песни о родине, там, в конце концов, я не знаю Но я считаю, что все-таки вершины творчества, и неоднократно я читал это у писателей каких-то известных, у поэтов Это все-таки отношения между мужчиной и женщиной Вот более тонкой материи, более каких-то светлых таких чувств, ощущений, более высоких Наверное, нет нигде ни в одном, ни в социальной сфере, ни в сфере патриотики Все-таки мужчина и женщина как венец творения рода человеческого Ну, собственно, да, человек, существо парное Да, и мы ощущениями и занимаемся на уровне песни Ну хорошо, вот по поводу ощущений Психологи говорят, что если у вас, допустим, расстроились какие-то отношения, вы разорвали отношения В частности, ну, и женщинам, и мужчинам говорят Постарайтесь после разрыва не слушать песни на родном языке Потому что все, что вы слушаете о любви, это кажется все вот только про вас Вот любая песня, это только о вас Вы, когда поете свои песни, у вас есть ощущение, что вы поете о каких-то ваших отношениях, допустим, которые у вас были Вот какие-то моменты, там, что вы ждали, или там, вы встретили, или расстались Конечно, тут момент как раз обратной связи То есть человек, который слушает песню и, не дай бог, там какой-то разрыв, или что он воспринимает это А артист, когда стоит на сцене, делает то же самое, и он пропускает это через себя А скажите, вот в вашем концерте, например, концертная программа Вы выстраиваете так, что сюжет есть какой-то песенный, ну, к тому, что, знаете, зарождаются отношения, развиваются отношения, разрываются отношения, или там хэппи-энд какой-нибудь У нас всегда они зарождаются и развиваются, то есть концерт, в общем-то, на этом... А там многоточие А там оканчивается, и многоточие такое А в конце, а это... Да-да-да, или знак бесконечности Да, здорово Вот, то есть, в принципе, и я думаю, что концерт, который намечается в Минске, это конец марта, 28 число, Дворец Республики Не будет исключением, мы хотим сделать что-то хорошее, что-то такое грандиозное и красивое Ну, уверен, что это получится, тем более, можно выдавать секреты, что первая часть у вас будет с оркестром? С симфоническим, струнной группой симфонического оркестра, и она пройдет в академическом таком красивом... Ой, это очень здорово, очень здорово Замечательном, а во второй части уже то, что любит большинство женщин, где-то есть возможность потанцевать Такие композиции будут, в том числе и новые, и также какие-то песни уже полюбившиеся и звучащие, в том числе, на волнах вашей радиостанции Обязательно будут в живом варианте представлены Спасибо, Сережа, вы хороший собеседник, вот у нас радио душевное, и скоро мы будем задавать такие душевные вопросы, может быть, творчество и не касающиеся И не только мы, друзья, кто задаст самый интересный вопрос нашему гостю Сергею Любавину, тот получит подарок Потому что Сергей пришел не с пустыми руками, тут много дисков, так что ни один вопрос будет отмечен Красивые диски, да Красивые, замечательные, где есть любимая песня Так что звоните 288-2013 И СМС-сообщение присылайте на короткий номер 9771 Легкие будни продолжаются Сказочный замок, наш домик у озера, где ты со мною была Лодка причалила, раннюю осенью ты на причале ждала Как у Джаконды грустные глаза Их не коснется боль земная, светлая слеза Там, за той волной всей твоей нежности Всей твоей родной утренней свежести Я ради тебя, ради святой любви Отдал бы все Ты только позови А за кормой что-то шепчет волна Звезды ближе в конце сентября И как же ты мне бесконечно нужна Как вечернему небу заря Как у Джаконды грустные глаза Любовь моя земная, где сказка детская Я там, за той волной всей твоей нежности Всей твоей родной утренней свежести Я ради тебя, ради святой любви Отдал бы все Ты только позови Нежная Перри, холодное сердце Твоя говорила навек Знаешь, как в жизни бывает обидно Когда предает человек Как у Джаконды грустные глаза Я верил в чудо, как в Довинчик Верил в чудеса Там, за той волной всей твоей нежности Всей твоей родной утренней свежести Я ради тебя, ради святой любви Отдал бы все Ты только позови Там, там, за той волной всей твоей нежности Всей твоей родной утренней свежести Я ради тебя, ради святой любви Отдал бы все Ты только позови Легкие будни Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами У нас в гостях Сергей Любавин И напоминаем, за лучший вопрос Вас ожидает подарок Да, ну, друзья, на самом деле дисков много Поэтому будут многие оценены вопросы Единственный момент Вот подозвонился Андрей Спрашивает Сергей, сколько лет вы вообще занимаетесь Вашей деятельностью, вашей творчеством? Всю жизнь, если так сказать, в общем А профессионально, наверное, года с 93-го Это со времен Юрмалы Конкурса знаменитого Да, да, да А так, в принципе, у меня в школе была группа своя Ансамбль, так называемый Мы на танцах играли В институте, естественно Сергей, а у вас родители занимались музыкой? Почему вдруг такая тяга к музыке? У меня занимался брат профессионально И у меня поет мама Очень хорошо пела То есть это с детства, что называется? Да, вы все время жили в атмосфере музыки Творчества Да, совершенно верно Хорошо, а мечтали кем быть? Вот вы сейчас исполнитель, известный, популярный Вы мечтали быть исполнителем? Никогда в жизни Кем вы мечтали? Никогда вообще И в принципе Да, никем не мечтал особо У меня занимался спортом Очень как бы так профессионально Как все советские мальчики Все советские мальчики Потом работал какое-то время Несколько лет журналистом В газете Я писал, это у меня видно От папы передалось там чуть-чуть Вот И вообще я не думал Я даже, честно говоря, я не знал Как становятся артистами Я приехал в Москву Когда поступать В вокальную студию Училища имени Гнессиных У меня не было в голове даже понимания Что можно работать артистом Я представлял, как вот спортсмена Как я вас понимаю Человек где-то работает на производстве, условно говоря А вечером приходит попеть от души просто для людей Ну как раньше, собственно, было Валентина, подождите секундочку Давайте прервемся Потому что Светлана ждет Она хочет что-то сказать Сергею Светлана? Да, добрый день Здравствуйте, Светлана Спасибо за терпение Спасибо за возможность задать вопрос И сказать несколько слов Я бы хотела сказать Что я в прошлом году ходила на концерт Сергея Любавина Очень понравилось, конечно Впечатление, наверное Я не получала такие Нет одного концерта На котором я присутствовала Благодаря тому, что все-таки Сергей Очень искренний артист В течение концерта не наблюдалось Ни грамма какой-то наигранности Все было настолько честно и открыто И вот его первых умений работать со зрителем Это очень радует И, конечно, душевные песни Они принесли много радости Всем тем, кто был тоже рядом со мной Так что большое вам спасибо Скажите, пожалуйста Будет ли концерт в Могилеве когда-то ваш? Потому что очень вас ждем Света, спасибо за вопрос И вот возможность такая есть Радиостанция предоставила ее 25-го будет марта Гомель А 26-го марта будет Могилев как раз 27-го Гродно 28-го Минск И 29-го Витебск И вот такой вот небольшой тур Мы венчаем этим городом Спасибо за вопрос Спасибо за теплые слова Видите, как лихо Скажите, Сергей, как вы вообще относитесь Вот к таким хорошим, теплым комментариям В ваш адрес Я, как и любой человек Если они искренние Я отношусь очень хорошо Не смущают они вас? Мне приятно это слышать Я понимаю, что Когда я понимаю, что человек говорит искренне А если человек искренне говорит Не люблю я ваше творчество Не нравится Вы лучше занимаетесь чем-нибудь другим Это тоже замечательно Мы же все знаем, что Любое проявление искренних чувств Оно всегда Если не радует То оно всегда понятно А неправдиво Оно всегда понятно Вот это черное, вот это белое А сложность всегда заключается в том, что Знаете, мой дедушка говорил Вот большим языком тебе говорит так человек А маленьким, там еще маленькие языки Он говорит наоборот Подговаривает Ну, вообще можно сказать человеку А что слушаешь? Действительно, да Сейчас много дисков Много разной музыки Можно взять и послушать что-нибудь другое А вот есть вопрос еще Влияет ли энергетика зала на ваше выступление? И как вы справляетесь с негативом? Опять-таки Юрий спрашивает Влияет определенно И, в принципе, это такой мистический момент здесь Иногда бывает так, что И настроение там хорошее И вроде день солнечный И вроде А зал, условно говоря Тяжелый А артисты раскачиваются Ну, где-то к третьей, к четвертой, к пятой К шестой песне Вот И непонятно А бывает Ты еще вообще не вышел на сцене Но там уже в зале такие крики Столько там восторга Люди уже рады вообще Просто потому что они пришли в этот зал Все хорошо, все красиво Свет красивый Там еще музыканты не вышли Да уже хорошо там все И это тоже бывает И, я говорю, это какое-то на уровне мистики Может быть, день так сложился Может быть, у людей Люди выспались, там, пришли на концерт Это вот настолько по-разному Но так или иначе И наша профессия, она это предполагает Мы работаем на то, что И, дай бог, у нас это получается Что люди выходят с концерта Одухотворенные С хорошим настроением Да, да Со светящимися глазами женщины Вот это вот нам нужно Вот интересно Оркестром раскачать-то не получится, наверное Люди, которые привыкли слушать ваши песни Не в таком вот Ну, в популярном, да? В академическом варианте, скажем так А тут оркестры, прочее, прочее Получится, получится Нет, нет, я не о том Я просто к тому, что это более Что-то, что ли, серьезное Глобальное, что ли Которое затрагивает уже прямо Все струны души твоей Это просто стереотипы По поводу симфонического оркестра Но в данном случае Он не играет какую-то очень Оперу какую-то Или что-то такое Он Оркестр предназначен для того Чтобы ту аранжировку Которая заложена В той или иной песне Придать ей красоту И масштабность звучания Вот мне кажется В данном случае Оркестр это уже более тонкий И более глубокий аккомпанемент Конечно, когда там 50-60 человек сидит И играет на живых инструментах Все это дыхание Идет в зал Здорово, супер Ну что, сейчас мы еще послушаем песни Послушаем И скоро вернемся в студию Город печальный Уставший от рокота Где же ты, счастье мое, одинокое? Дождь сумасшедший Назначил свидание Что ты сказала ему На прощание? Город ночной Одинокая женщина С летним дождем Этой ночью повенчан Вот у метро Покупает цветы Где ты, единственный Брешный Где ты? Он не обещал Лучшие песни Свои Он не обещал Тебе весь мир Подарить Он не обещал Салат от древних погод Он пообещал Только святую любовь Нежность Острая боль Поначал Знаешь Если б сначала начать Только В небе кружит Воронье Где ты Глупое счастье Мое Салат от древних погод Салат от древних погод Нет Не обещай Все жемчуга И цветы Нет Не предавай Татлас Сжигая Мосты Нет Не обещай Салат от древних погод А пообещай Только святую любовь Салат от древних погод Нежность Нежность Острая боль По ночам Знаешь Если б сначала Начать Только В небе кружит Воронье Где ты Глупое счастье Мое Салат от древних погод Легкие будни Друзья У нас в гостях Сергей Любавин Ваши вопросы ждем На номер 9771 Самые интересные Будут отмечены Есть подарки для вас Это диск Сергея Любавина Называется альбом Признание Очень красивый диск Просто блеск Да Ну что Есть вопросы Дело в том Что Людмила дозвонилась Уже ждет Какое-то время Людмила Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Ой так получилось Как в фильме Королева бензоколонки Там была Людмила Добрый день Добрый вечер А добрый вечер У нас добрый день Да у нас добрый день Ну и что Ваши вопросы Вопросы Ну во-первых Хочу сказать Большое спасибо Сергею За его песни Вот в моей жизни Даже связана Романтическая история С его песнями Вообще Очень приятно Конечно Сегодня Свой день рождения Попробовать Пообщаться с ним Здравствуйте Здравствуйте Спасибо Ну и поздравляем Ваши песни Для меня лично Если не брать там Творских людей В принципе Я думаю Что это какой-то Собирательный образ Женщины И в частности Нам очень сильно повезло Нам Вот мужчинам Потому что Я всегда считаю И на концертах Это особо подчеркиваю Что наши славянские женщины Они самые красивые В мире И всегда даже говорю Привожу пример Вот в Америке Мы были В 2003 По-моему году Огромный зал Там Миллениум Стоишь на сцене И смотришь Очагами Наши эмигрантки Вот Поэтому Это действительно правда И не какой-то комплимент Что вот Наши женщины Действительно Очень красивые И природа Их Одарила И соответственно Одарила нас мужчин Потому что мы Любуемся Людмила Так что вы услышали Вы тоже являетесь Музой Да А можно еще маленький вопросик Конечно У нас как бы февраль Вот скоро 14 февраля День Святого Валентина А вы можете Что-то сказать Какую-то романтическую историю Своей жизни Да Людмила романтик Нет Ну здорово Конечно Ну здорово Ну И так колитесь Да Романтическую историю Так вот Прямо вот В сию минуту Но Каких-то много интересных было моментов Именно интересных Но А помните Первый поцелуй? Это Да Наверное помню Да Класс третий Ну вот Ну вот Это самая романтическая история Романтическая история Но Еще Несколько было таких историй Что Историй на самом деле много Они как Романтические в плюс Так и романтические не очень Вот романтические в плюс Где-то по По своим возможностям И какие-то стихи красивые пишет Что-то придумывает Вот Просто человек Ну Очень приятно Что Хотя мы не знакомы Никогда На романтиках стихах Романтическая Безусловно Вот А еще Так Какие-то интересные Вот моменты Ну Сейчас у нас есть Просто Ну это действительно правда Женщина Поменяла Свою фамилию На Фамилию Левы Любавиной И ты Какая вред Она прислала Ксерокопию Странички Документы Паспорта Да И Но Но там Почему Сергей Теперь мы женаты Нет Серьезно Почему это в минус Да Почему это в минус Я говорю Потому что Она говорит Что Ну Что Она как бы Якобы Моя супруга И все прочее И такие интересные моменты А моего допустим Сына Называют Своим сыном Ну Понятно что Это такой смех Сквозь Ну я не сказала Что это вообще Романтическая история И когда И когда ее спрашивают Девушка Сколько День женщина Сколько вам лет Она говорит Мне 28 лет А ничего Что Сыну Сергея Петровича Уже 22 Ну он Как-то никак Не реагирует На эти моменты Ну С одной стороны Так весело Ну да С другой Хотя вот Пожалуйста Вам еще Здравствуйте Сергей Очень вас люблю Вас называют Главным романтиком Русского шансона А готовы ли вы На безрассудный поступок Для любимой Инна спрашивает Это очень приятно Что так называют И не скрою А по поводу Безрассудных поступков Я думаю Любой мужчина Совершал их В своей жизни В той или иной степени И Конечно же В моей жизни Тоже такие эпизоды были А вот та нагрузка Знаете Вот вас считают Главным романтиком Русского шансона Вот вам и пожалуйста Да нет Это вы сейчас будете Отникиваться Но люди-то считают Люди же пишут Это я к тому Что когда женщины Начинают менять фамилии Когда я думаю Что это не последний ребенок Которого вам там принесут И скажут Что это от вас И прочее Вот оно Другая сторона Романтика Всех усыновим Удачи Я бы например Не сказала Что это романтическая история Это так сказать Издержки Жизненная история Это история А романтика Она же совсем другая Романтика она Да Лет в 20 У вас же совсем Другие истории были Ну конечно Это же Были Была Была учеба Было общежитие Страдали Вот скажите честно Страдали По-любому От голода По-любому Но с другой стороны Когда И были такие моменты Когда гитара за спиной Ты на какой-то балкон О Вот это уже другое дело Как ее звали Пользуешься Пользуешься Профессиональными Какими-то своими навыками Хорошо Как ее звали На балконе Подождите Какая разница Звали Звали А какие мысли были Когда вы забирались На балкон Небось Что я делаю Вот Где что Я в позиции женщины Вот такие мысли Появлялись уже Где-то на уровне Четвертого этажа Да А на втором этаже Было Да молодец Давай вперед Да Какой я крутой Сейчас все получится Зачем На уровне шестого этажа Уже Совсем были Что ты делаешь Зачем гитара Парашют надо было брать Если бы вы выпускали Диск с ароматом То чем бы пах Вот Какой запах был бы Вашим диском Вот точно так бы Наверное Был бы аромат И запах Вот этой программы Этого альбома Он бы пах Духами И туманами И соответственно Образно говоря И впрямую говоря Касался бы Непосредственно Женщины Хорошо Здорово А теперь у меня вопрос Вот если бы сейчас Вам сказали Точнее вы Своё состояние Могли бы определить Допустим Не запахом А песней Не своей Какую бы вы сейчас Спели песню Вот то состояние Душевное Которое вы сейчас Испытываете Что вам хочется спеть Что-нибудь Вот прям первое Что на ум приходит Вот в этом состоянии Не знаю Но что-нибудь Очень меня зацепил Именно голос Как это делается Песня может быть любая Может быть Это вот Лара Фабия Наверное Передаёт какие-то Мои ощущения Вот сегодняшнего дня И то как нужно Делать музыку Именно сегодняшнего дня Вот Есть ещё вопрос Очень люблю Ваше творчество Оно на сто процентов Соответствует состоянию Моей души Спасибо вам И так же как и вы Обожаю стихи Сергея Есенина Кто для вас поэт И какие влияния Он оказал на вас Как на личность И на ваше творчество Очень хороший вопрос И кстати говоря В программе Которую мы везём Весной В марте месяце В Беларусь Будет тоже Небольшой такой блок Это несколько песен На стихи Сергея Есенина Обязательно будет Я привожу Какие-то редкие факты Из жизни поэта Которые не опубликованы Где-то в официальных источниках Вот Я знаю Что в Беларуси Очень много людей Которые любят И ценят творчество И ценят творчество Этого поэта Вот Но Как ни странно То что касается поэзии Наверное да Это всё-таки Прежде всего Марина Цветаева Это прежде всего Александр Блок Это прежде всего Сергей Есенин Вот наверное Такая трояль Ну и конечно же Пушкин Пушкин Кстати интересно Я познакомился сначала С прозой Это повести Елкина Всё потом уже С возрастом Я стал понимать Вообще вот силу Образов стихотворения Потому что Раньше воспринимал Как сказки Ну мы же сказки Ну да да конечно Сказки и сказки А то что касается музыки Тут конечно Огромный комплимент Вот в частности Мой брат Был А потом и я Были поклонниками Это ещё 70-е Какие-то конец 70-х Готов Творчество Группы Песнеры И у нас все диски Владимира Мулявина Все до сих пор У меня вот эта коллекция Уже Сейчас И до сих пор У меня есть флешка В машине Которую я ставлю И с удовольствием Слушаю эту группу Они Здорово Они просто научили Профессионально Относиться К тому что ты делаешь Аранжировки Подход сам И я много В ютубе смотрел Это и Борткевич Интервью Рассказыв Как просто Человек Не имея Какого-то Западного Вот этого Огромного Музыкального Опыта Как там Продюсерские Компании Он просто Работал Именно На таком уровне Такой уровень Требований Был К музыке К коллективу Что позволило ему Стать Наряду С теми великолепными Народными Обработками Белорусских Песен Наряду Стать С мировыми Звездами И сейчас Я думаю Послушав Даже записи Песняров Ни одна Западная Звезда Она не скажет Что это Какой-то уровень Ниже того Что делают По-моему Запись 74-го года У Ирана Наивана Там вообще Очень круто Очень круто Согласен Это то Что касается Голосоведения А именно Подхода к аранжировкам Там тоже Ну это Просто блеск Ну что друзья Мы сейчас Послушаем Другие песни Между прочим Красивые Нежные И романтичные На песнях Песняров Ну а теперь Творчество Сергея Любавина Неземные Пришедшие Мы с тобой Сумасшедшие Грешной страсти Желания Повенчаны Смотришь Нежно И строго Я прошу Ради Бога За родную Любимую Женщину Благодарю Тебя Любовь моя За тот Волшебный Братник Нежная Моя За то Что любишь Всей Своей Душой Что мне С тобой Так Хорошо И когда Я болею Шлю тебе По e-mail Тех стихов Бестолковых И ласковых И надеясь На чудо Я всегда Верить Буду Ты Пищаю Ты Любимая Сказка Моя Благодарю Тебя Любовь Моя За тот Волшебный Праздник Нежная Моя За то Что любишь Всей Своей Душой Что мне С тобой Так Хорошо Встреч Мелькают Страницы Перелетные Птицы Лишь Одна Нам Судьбою Завещана И когда Все Изменится Остается Надеяться Женщине На мужчину А мужчине На женщину Благодарю Тебя Любовь Моя За тот Волшебный Праздник Нежная Моя За то Что любишь Всей Своей Душой Что мне С тобой Так Хорошо Валентина Ласовская И Антон Шелест Да, друзья, вопрос поступает и поступает Ну, такой риторический я бы сказал вопрос Есть ли у вас песни посвященные вашей любимой женщине и какие? Думаю, что все Однозначно и более того вот я уже говорил что наши славянские женщины они самые просто природа так распорядилась они самые красивые вообще во всем мире это и не мое мнение и многие об этом говорят но естественно есть какой-то собирательный такой образ нашей как бы женщины как образ именно каких-то душевных качеств внешне внешности и вот всего в совокупности Давай, Валентина Сережа, вот хороший вопрос Здравствуйте, Сергей Спасибо вам за ваши песни Люблю, с удовольствием их слушаю Если бы была такая возможность Что бы вы попросили у золотой рыбки? Спасибо Хороший вопрос Спасибо за то, что слушаете песни Я бы, наверное, так сказал что конечно вопрос такой он два вопроса в одном И по большому счету я бы ответил так что дай Бог мне вынести все то может быть позитивное и может быть не очень то, что Господь продумал именно в частности с таким как бы явлением как Сергею Любовину Дай Бог мне это пронести достоинно и дай Бог чтобы вот это все пережить Но если рыбка может изменить это Рыбка? В том-то и дело Вам же предоставляется все что Хотите изменить судьбу не вопрос Там Так сразу как тоже в песне рыбка-рыбка помоги золотая сделай милость Перестаньте, ребята мы же верующие люди ходим в церковь иногда Я просто к тому что любой каприз может быть знаете как с песней как Валентина только что задавала вопрос Я бы очень хотел если уж коснулась этого я бы очень хотел даже не каких-то там супер материальных благ или чего-то а именно чтобы Господь дал мне исполнить такие песни и чтобы отчасти что-то я написал какие-то другие авторы которые бы может быть одна из них может быть две которые бы остались и пережили своего исполнителя на много-много лет вот это действительно настоящее такое по большому счету желание как творческого человека вот действительно было бы вот это очень приятно Ну дай Бог чтобы ни одна не две а очень многие песни практически все скажите давайте напомню когда вы будете в Бресте вот люди еще раз спрашивают Брест так сейчас вспомним еще это март месяц у нас Беларусь Гомель 25 Могилев 26 27 Гродно 28 Минске 29 Витебск Брест возможно мы спланируем отдельно но это нужно опять же к моей администрации общаться с прокатчиком но у нас был единственный концерт в Бресте по-моему года полтора назад как сейчас помню замечательный концерт просто суперский и естественно мы будем это повторять просто по срокам нужно уточнить Сергей а чья мелодия звучала ну вот в песне в песне нежность это Ярослав Никитин написал мелодию замечательную но это есть в интернете а слова написал я вот Александр я надеюсь что вы услышали ответ Сергей помните ли вы свою первую любовь и посвящали ли вы ей свои песни спрашивает Елена дело в том что первая любовь она наверное я не знаю это третий класс что ли вот так вот по ощущениям и тогда я не писал еще своих песен но с удовольствием исполнял песни которые мы на уроке пения я выходил всегда стремился туда подожди а какие песни были и Ленин такой молодой я бы впереди в третьем классе не пели в седьмом могли но не в третьем нет в третьем именно пели вот такие песни в седьмом нам разрешали в третьем пели вот эту в полдень на опушке собрались подружки песни распевают вторит им кукушка припев помните? я вообще первый раз слышу здрасте ну здрасте товарищ это припев знаменитый я просто был как бы как сейчас это выразится запевала и там и все городские какие-то конкурсы и мы пели именно такие патриотические песни а помнишь как бывало отрядно запевала да? ну по-любому но в основном и молодым и смело и что-то там ну между прочим вот шутки шутками а очень красивые профессиональные песни люди писали конечно несмотря на то что они были немножко идеологизированы естественно времена были такие но песни-то замечательные но дело в том что во-первых люди в это свято верили а во-вторых это не было бизнесом а люди творили то что называется от души и для души а вот Сергей есть ли в вашей жизни воспоминания которые хотели бы забыть навсегда болят которых от каких-либо отношений а какие воспоминания у вас самые яркие и радостные вот к сожалению и у меня и у окружающих людей есть воспоминания которые невозможно забыть но они очень грустные точно это учеба в автошколе но вопрос в том что давайте уже на какой-то определенной волне и ноте нашей передачи не будем уже куда-то в грусть уходить поэтому а то что касается хороших воспоминаний ярких таких это конечно же связаны они с работой с какими-то путешествиями с какими-то гастрольными поездками вот с какими-то смешными такими ну вот Сергей знаете мы за эфиром тут разговаривали Сергей рассказал дивную историю да вот смешная вот на этой ноте здорово конечно ребята вас водили там по поводу певцов которые появлялись рядом во дворах да нет но это было очень давно и наверное лет 11-12 мне может быть было у меня был очень высокий голос дисконт так он называется дисконт если это по музыке вот и я мог брать какие-то вообще сумасшедшие ноты там и естественно брат у меня играл на гитаре он показал мне там вот эти пять аккордов я мог исполнять какие-то песни из репертуара там я не знаю тогда популярных групп и ребята мои друзья этим здорово пользовались когда какой-то певец появлялся в соседнем доме или там и меня тащили тащили туда в этот подъезд и происходила такая некая дуэль то есть меня-то они уже наслушались и знали весь мой репертуар но им важен был сам факт того что придет Сергей возьмет эту высокую ноту перепоет как в рассказе Шукшина срежет и мы все с победой уйдем и возвратимся домой вот такое тоже было то есть выбрали ноту и соперник был сразу положен на лопатки я не вкладывал такого глубокого смысла как мои друзья я просто пел да и пел ну что вот и потому такое тоже было и ну мы были детьми вот и слава богу это переросло во что-то более серьезное видите уже тогда можно сказать были какие-то конкурсные моменты когда надо было доказывать что потом дюрмала а больше не хотелось принимать участие в каких-то там конкурсах я принимал участие в каких-то конкурсах ну меньшего скажем так но у меня у самого никогда не было желания именно соревноваться именно то что касается творчества пения это как будто доказывает потому что во-первых ну были годы там спорта в юности в детстве вот когда надо было действительно соревноваться а второй момент я очень рано понял мне объяснил это мой отец который сибирский писатель лауреат Шолоховской премии он к сожалению оставил нас два года назад сегодня кстати сегодня у него день рождения 5 ему бы исполнилось 82 года папочка если ты слышишь своего сына вообще все все что хорошее у меня всегда связаны положительные эмоции это с моим отцом так вот он мне объяснил что нельзя соревноваться если ты творчество это такое дело которое ты должен просто из сердца своего людям это когда не могу молчать из сердца давать людям и чтобы человек получал от этого удовольствие а не получал удовольствие от того что ты вдруг какой-то чемпион там ты более высокую ноту берешь а кто-то не может эту ноту не надо брать вообще этих нот кстати очень многие актеры исполняя песни они гораздо привлекательнее чем просто певцы пусть у них не такие вокальные данные другая манера исполня не актерская она очень искренняя и душевная от души возможно но тут именно вывод один что соревноваться в творчестве вообще вообще не стоит и этого не нужно ни с кем соревноваться нужно бороться вот то что считается соревнованиями бороться нужно именно за своего зрителя мне кажется очень символично что вы сейчас вспомнили что у вашего отца день рождения 5 февраля я думаю это здорово потому что он сейчас видит и слышит сколько людей вас любят и очень гордится ну что друзья и к сожалению уже время вышло да жаль приходите к нам обязательно еще в гости вот как на концерт или там можете раньше приходить да вопросов много собеседников вы потрясающие кстати не все успели озвучить даже спасибо за предложение а я к радиослушателям обращаюсь в вашей замечательной радиостанции приходите на мои концерты в конце марта Гомель Могилев Гродно 28 марта это Минск дворец дворец республики мы готовимся мы репетируем и ждем вас всех спасибо вам ну а легкие будни продолжаются я знаю ты для меня на свете самая родная твое имя как молитву повторяю и не признаюсь как я по тебе скучаю я знаю моя единственная строгая простая схожу с ума с тобой я голову теряю не забываю посмотреть на небеса звезда сорвалась загадай скорее одно желание судьбы своей всегда быть вместе хоть сто тысяч лет твоей улыбки видит свет млечные звезды маяки любви целую целую руки и глаза твои земной любви прекрасное вино мое желание одно я знаю я знаю не без тебя теперь ни в горести ни в славе не удержать шальных коней на переправе не победить в бою не быть собой родной я знаю что быть счастливой все же есть одна причина твой лучший рыцарь твой единственный мужчина тебе желает море счастья и любви звезда сорвалась загадай скорее одно желание судьбы своей всегда быть вместе хоть сто тысяч лет твоей улыбки видит свет млечные звезды маяки любви целую руки и глаза твои земной любви прекрасное вино мое желание одно маяки 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 Продолжение следует...